Здравствуйте! Вот есть такое явление природы, которое считается вообще карой господней. Наш налет саранчи, нашествие саранчи. Прилетает в огромном количестве саранча. Это такие насекомые, которые поедают всю растительность. Пушкин наблюдал однажды на юге Малороссии, как тогда это называлось, налет саранчи. Значит, саранча прилетела, села, все съела и опять улетела. Это цитата из Пушкина Александра Сергеевича. Вот так он записал впечатление от налета саранчи. Саранча это что-то страшное. И вообще загадочный объект. Откуда ее столько прилетело сразу? Ведь где-то, значит, она должна жить, правда? Вот, например, во время Великой Отечественной войны в лесных районах нашей страны появились вдруг степные волки с гривами. Но объяснение простое. В степях идет война, там стреляют, рвутся снаряды, волки с перепугу убежали в лес. Как уж они там с лесными жителями вступали в контакт, какой, как к ним отнеслись лесные волки, я не знаю. Это, наверное, предмет отдельного исследования мог бы быть во времена Великой Отечественной войны. Было он или нет, я не знаю. А вот про саранчу очень интересно. Откуда сберется саранча-то? Ведь нет нигде ее в таком количестве, что ее прокормят. Она же прилетает, все съедает сразу и летит дальше. Вот ужас какой-то. Она же уничтожает свою собственную кормовую базу. Не может такого быть. Ну так вот, вообще загадка эта давно разгадана. Сейчас я вам ее порадую себя и расскажу всю тайну саранчи. Значит, саранча это насекомое. Вот она, саранча. Нормальная саранча обычная, с виду похожа очень на кузнечика. Я бы так ее вот и не отличил бы от кузнечика, если бы не сказали, что это саранча. Опытные люди, правда, их отличают. И саранчу находят часто вот там, где она никого не уничтожает, ничто не уничтожает, не поедает растительность. Живет саранча такая зелененькая и живет. Но вот однажды, значит, она вдруг в своем процессе размножения претерпевает некую метаморфозу. Значит, во-первых, что такое метаморфоза? Метаморфоза это научный вполне термин, не только поэтический. Это вот что такое. Откладывает яичко, насекомое, из яичка выводится личинка. Личинка окукливается, а личинка что-то вроде червячка. Личинка окукливается и в куколке она претерпевает метаморфозу. Превращается вот в насекомое, в бабочку, в жучка или в саранчу. Ну так вот, и однажды вдруг у саранчи происходит еще одна метаморфоза, что она откладывает такие яички, из которых выводится не вот такая вот саранча, которая тихо живет, оседлая на одном месте, потихонечку хрустит этими самыми листочками, а в огромном количестве, выживает огромное количество, вылупляется походная саранча. Она вот такая вот, немножко защитного такого военного цвета, да, и в огромном количестве. Что приводит к такому появлению? Ну, гипотеза была элементарная, что когда численность саранчи, обычной зелененькой, на квадратный метр очень большая, саранча вдруг начинает понимать, что ее тут слишком много, нужно собираться, переселяться в другие края, где еще вот нет саранчи, и тогда-то она и начинает откладывать вот такие походные яички. Опыты ставили, чтобы проверить это. А вот поставим рядом с саранчой эти зеркала, и саранча будет видеть в этих зеркалах себя везде. И она подумает, у сколько же меня тут много этой саранчи-то. Да, наверное, нас очень много здесь, наверное, надо в поход собираться. И вот тогда она начинает откладывать такие яички, которые походные. Походные. Вот что удивительно, что вот к такой метаморфозе чисто психологический эффект, да? Это, по сути дела, применительно к саранче, можно говорить о неких психосоматических эффектах, да? Вот если такой психосоматический, внушил себе, что значит у тебя ожог на руке, да? Вот бывает такое, под гипнозом внушают, и правда ожог появляется. А это внушило саранча себе, что ее тут много. И она начинает в поход собираться и откладывать другие совсем яички. Вот какой вот. Ну, вообще, загадочное явление все равно осталось. Спасибо за внимание. Всех благ.